Одна из главных мыслей, которые хочется передать в этой серии проповедей, заключается в следующем. Мы годами учились в вере, разбирая определенные принципы. Мы узнали о вере, необходимой для исцеления, о вере, необходимой для освобождения, о вере, необходимой для того, чего вы ожидаете от Бога. Но вот что нужно понять. Все это дано нам благодаря крови Иисуса Христа. Если бы не кровь Христа, все то, что мы сегодня можем иметь, оставалось бы для нас недоступно. Если бы не Его кровь, у нас не было бы возможности получить исцеление, пережить освобождение, сделаться праведными перед Богом, получить доступ к Божьему престолу, куда мы способны входить в сдержновение. Мы не имели бы возможности знать Его волю и обогатиться всяким познанием и разумением духовным, переживать присутствие Святого Духа, иметь мудрость Божью, получать ответы на молитвы, если бы не кровь Христа. Мы знаем об этих своих привилегиях и научились верить в них. Но очень немногие христиане научились верить в кровь Христа, которая открыла нам доступ ко всему этому. Именно вера в кровь говорит о том, что мы почитаем Христа, и Бог не замедлит ответить тем, кто с почтением относится к Его крови, тем, кто проявляет веру в Его кровь. Вера в кровь Христа — это когда мы знаем, что она для нас совершила. Вера в кровь Христа — это когда мы знаем, что ею скреплено ради нас. Если вы не знаете или не понимаете, что совершила кровь, нелегко верить во что-то, когда не знаешь, что это дает. Трудно верить во что-то, если ты не понимаешь, что этим достигнуто. Итак, вера в кровь Христова заключается в том, чтобы знать, что сделала эта кровь, что она совершила, что она дала нам. Вот это и есть вера в кровь Иисуса. Я говорил, что для того, чтобы сила крови принесла нам пользу, нужно выполнить четыре условия. Во-первых, вы должны знать о ней, знать, что сделала эта кровь, что она совершила, какие открыла возможности. Нам уже известно, что благодаря крови Христа нам открыт вход в присутствие Бога. Это мы знаем. Мы знаем, что посредством крови Христа мы получаем прощение грехов. Мы знаем, что кровь Христа дает нам доступ к Божьим благословениям. В общем, есть факты, которые необходимо знать о крови Христа, чтобы ее сила подействовала на нас. Во-вторых, нужно верить. Необходимо верить. В Библии говорится, по вере вашей да будет вам. Нам будет дано по нашей вере. Если у вас нет веры, что кровь Христа сделала то, что сказано, что она дала нам то, что сказано, знайте, вам будет по вере вашей. Итак, нужно не просто знать факты, но верить в них. Третье. И это встречается далеко не часто. Нужно применять кровь к себе. Иными словами, нужно усвоить, что выход из всякой проблемной ситуации в нашей жизни всегда в том, что было достигнуто посредством крови Христа. Вы должны сказать, Господи, я верю, что побеждаю верой в кровь Христову. Я верю, что получаю исцеление верой в кровь Христову. Я верю, что получаю здоровую семью верой в кровь Христову. Здоровое тело верой в кровь Христову. Я верю, что получаю работу, которая мне нужна верой в кровь Христову. Я верю в спасение своих детей, в то, что они будут служить Господу по вере в кровь Христову. Я верю, что получаю освобождение верой в кровь Христову. Теперь для вас все сводится к крови Христа. И это правильно. Вы применяете ее к себе. Что бы ни случилось, Вы сосредотачиваетесь на крови Христа. Что бы вам ни было нужно, вы сосредотачиваетесь на крови Христа. Это и есть личное применение. Теперь это ваше. Вы прибегаете к ней во всех житейских ситуациях. Отец, я принимаю от тебя все, что мне на сегодня нужно, верой в кровь Иисуса Христа. Я принимаю освобождение долгов, верой в кровь Иисуса Христа. И вот так, во-первых, вы высвобождаете свою веру. Во-вторых, все небеса получают команду немедленно уделить внимание тем, кто чтит Христа, почитая Его кровь. Вот почему это такое мощное оружие для нас в эти последние времена. Потому что кровь Христа раз и навсегда решила вопрос с сатаной и нанесла ему поражение, от которого он уже не оправится. Но если вы забываете об этом и не используете кровь против него, вы проигрываете. Всякий раз, когда враг видит верующего, который понимает силу крови, он в страхе, потому что хорошо знает, что ничем не может противостоять тому, что совершила кровь Христа против дьявола и ада. Итак, мы каждый день применяем кровь Христа к себе. Отец, спасибо, что благодаря крови Христа я сегодня хорошо выспался. Спасибо, что благодаря крови Христа я имею мудрость и разумение от Бога. Спасибо, что благодаря крови Христа я свободен от осуждения и чувства вины. делайте это снова и снова, и ваше мышление будет обновляться по отношению к крови. И вы будете осознавать силу крови Христа настолько, что любой вопрос в жизни будет решаться благодаря ей. Если вы понимаете это, скажите «Аминь». На прошлой неделе мы начали разбирать такой вопрос. В первом послании Петра говорится, что мы искуплены не тем, что тленно. Искуплен — значит освобожден, отпущен на свободу, потому что за тебя уплачен выкуп. Иными словами, кто-то купил вашу свободу. За свободу было дорого заплачено. И цена нашего избавления, слава Богу, это великая цена. Она стоила Богу самого ценного на небесах. И эта великая драгоценность — кровь Христа. Иисус заплатил за нашу свободу, за то, чтобы вырвать нас из лап дьявола и избавить от проклятия закона. Мы искуплены из-под власти дьявола. И когда дьявол пытается толкнуть вас на путь греха и убедить, что вам не вырваться, что вам никогда не избавятся от этой греховной привычки, это время вас звать в крови Христа. И вы должны знать, вы можете сказать дьяволу, «Погоди-ка, что значит мне не выбраться? Я уже избавлен. Я взят из царства тьмы и введен в царство возлюбленного сына. У тебя нет больше надо мной власти». В Библии сказано о дьяволе, что он ходит, ища, кого ему удастся обмануть. Он может обмануть того, кто этого не заметит. Незнание способно сделать вас жертвами сатанинского обмана. Он хочет разрушить вашу жизнь. Но если вы знаете о крови Христа, знаете, что вы искуплены, знаете, что за вас заплатили выкуп, знаете, что эта цена принята, и что дьявол больше не имеет над вами власти, вы скажете, «Нет, я не буду. Не буду делать того, чего не хочу. Ты не можешь меня заставить делать то, чего я не хочу. У тебя нет больше такой власти. Вас никто больше не заставит пить, курить, смотреть порнофильмы, изменять мужу или жене и все такое прочее. Поэтому, когда приходит искушение или обольщение, вы призываете кровь. Призывайте кровь. Я призываю кровь Христа, а ты иди своей дорогой». Второе, что мы рассматривали на прошлой неделе, это как кровь Христа изглаживает грех. Дамы и господа, когда вы рождаетесь свыше, кровь Христа не покрывает ваши грехи, и они не остаются где-то там под кровью. Кровь Христа вырывает грехи с корнем. В Библии говорится, что грехи наши будут удалены от нас, как Запад от Востока. Запад с Востоком никогда не сойдутся. Никогда. Ваши грехи ввергнуты в море забвения. Бог не вспоминает о них, и вам их вспоминать не надо. Их нет. Вам надо перестать возвращаться в прошлое и снова подбирать то, что уже вырвано и выброшено прочь. Я говорю, хватит жить прошлым. Хватит говорить, я не достоин. Вы просто не знаете, каким я был. Бог знает, каким ты был. И если Он забыл об этом, может быть, и тебе пора забыть. Аминь. Сегодня мы будем продолжать эту тему. Почему кровь Христа так драгоценна? Во-первых, потому что она искупает. Во-вторых, потому что она изглаживает наши грехи. А сейчас будет третье. Давайте обратимся вместе ко второй главе послания Ефесянам. Ефесянам 2 глава. У нас есть хороший повод для радости. Слава Богу. И я надеюсь, что вы увидите его в свете того, что говорит об этом Писание. Итак, Ефесянам 2 глава. Третья причина, по которой кровь Христа так драгоценна, это потому, что она приводит нас в общение с Богом. Посредством крови Христа мы вступаем в общение с Богом. Нам с вами придется вернуться в прошлое, чтобы посмотреть, как обстояло дело раньше, чтобы вы были способны оценить по достоинству то, что совершила кровь Христа. Видите ли, кровь Христа приводит нас в безликие отношения с Господом Богом Всемогущим. Вот что необходимо понять о Боге. Бог свят. Он свят. Я не знаю, что вам говорят те, кто учит вас жить, но Бог все равно свят. У Него не бывает компромиссов. Бог свят и не имеет ничего общего с грехом. Я сказал, Бог свят, и грех не имеет к Нему никакого отношения. И будучи насквозь греховны, мы были отделены от Него. Так грешны, что между им и нами был разрыв. Когда и в Эдемском саду случился грех, Бог не мог иметь с этим ничего общего. Поэтому Адам был изгнен из сада. Между Богом и человеком пролегла пропасть. Но знаете, что произошло? Ефесянам 2 глава, стихи 13 и 14. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Без надежды и без Бога. Ни надежды, ни Бога. Вот как все было плохо. Без надежды и без Бога. Но смотрите, что происходит в следующем стихе. «А теперь во Христе Иисусе». Скажите, «А теперь?» «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки». Как? Кровью Христовою. Вы стали близки кровью Христовой. Произошло следующее. Человек согрешил. Это внесло огромный разрыв и разделение между человеком и Богом, потому что Бог свят и не может иметь ничего общего с грехом. Но теперь кровь Христова заполнила эту пропасть между Богом и всеми нами. И сейчас для нас сделалось возможно близко общаться со всемогущим Богом. В Ветхом Завете, после того, как Адам согрешил, все было не так. Там говорится, что один только первосвященник мог входить в святой святых, в Скинии. В Скинии был внешний двор. Внутреннее святилище. А дальше, за завесой. Святое святых. Это место за завесой. То место, где было Божье присутствие. Шикайна. Слава Божья. Осязаемое Божье присутствие. Аллилуйя. И первосвященник мог пройти за завесу одним единственным способом, если был полностью покрыт кровью животного. Крови Христа тогда еще не было. Поэтому священника должна была полностью покрывать, не знаю, слышали ли вы такое учение, в общем, его должна была полностью покрывать кровь. А к ноге он привязывал веревочку, на которой висел колокольчик. На случай того, если он окажется покрыт ею не полностью. Представьте, что он забыл помазать кровью спину. И это происходило только раз в году. Заходить за завесу можно было только раз в году. И его должна была покрывать кровь животного. Если он падал замертво, и колокольчика больше не было слышно, никто не говорил, схожу-ка я за ним. Они тянули за ту самую веревку и вытаскивали тело. Настолько серьезно обстояло дело. Войти в Божье присутствие можно было только покрывшись кровью с головы до ног. И всего лишь раз в году. Надеюсь, вы меня слышите. Но когда Иисус Христос умер и пролил свою кровь, Он открыл путь во святое святых. В Библии говорится, что в момент Его смерти завеса в храме разорвалась. Она порвалась надвое. Это указывало, что смерть Его открыла нам прямой путь в присутствии самого всемогущего Бога. Слышите, что я говорю? Что теперь у нас есть доступ в Его присутствие через кровь Христа. Сейчас всякий, кто верит в кровь Христа, может прийти к Богу в любое время дня и ночи. О Господь! Потому что Христос, наш первосвященник, открыл нам этот путь посредством собственной крови. И мы сейчас имеем свободу и дерзновение входить во святой святых через кровь Христа. Мы способны вступить с Богом в близкое общение. Мы можем ясно и четко слышать Его голос. Мы можем излить Ему свое сердце в молитве и получить ответ. Знаете, для некоторых людей, даже для христиан, это проблема. Ты что, хочешь сказать, что ты с Богом разговариваешь? Знаете, я не только разговариваю с Богом. Я имею право приходить в Его присутствие. Имею право. Ты что, такой святой? Нет, вы не понимаете. Я прихожу туда не на каком-то собственном основании. Я прихожу на основании крови, которую пролил Иисус Христос. И Он не может меня не впустить. Для меня открыт доступ в Его присутствие. У древних священников Его не было, а у меня есть. Аллилуйя! У вас есть доступ. Аллилуйя! Вам не надо записываться на прием и ждать, пока Он ответит на вашу заявку. У Него никогда не занят телефон. И сам Он никогда не бывает настолько занят, чтобы не иметь возможность поговорить с вами. Благодаря крови Христа вы можете войти в Его присутствие. Вот что необходимо понять. Но посмотри, кто ты такой. Смотри, что ты наделал. Смотри, на что похожа твоя жизнь. Но Бог говорит, «Я знаю, кто ты такой. Я знаю, что ты наделал. Я знаю, что творится у тебя в жизни. Но если ты приходишь через кровь Христа, я впускаю тебя в свое присутствие, что бы там у тебя ни творилось в жизни». Поэтому, когда я молюсь, я начинаю с того, что взываю к крови Христовой. Потому что мне нужно войти в Его присутствие. Понимаете, о чем я? Раньше я часами разговаривал сам с собой и производил много шума. Но мне нужно в Его присутствие. И для этого не нужно молиться три часа. Я вам сейчас покажу, сколько для этого надо времени. Я покажу, сколько нужно времени, чтобы войти в Божье присутствие. Смотрите. Смотрите, сколько ему нужно молиться, чтобы войти в Божье присутствие. «Отец, посредством крови Христа, я прихожу к твоему престолу. Вот, я и пришел. Я уже там. Я в Его присутствии. Я в Его присутствии не потому, что что-то ощущаю, не потому, что у меня идут мурашки по коже. Я в Его присутствии, потому что уповаю на кровь Христа. Я в Его присутствии, потому что Он сказал, что я могу так делать. И я верю в то, что Он сказал. И делаю, как Он сказал. И прихожу в Его присутствие. Аллилуйя». Многие христиане ждут, пока не почувствуют что-то особенное. Но я оказываюсь в Его присутствии, потому что пришел сюда посредством крови Христа. И когда дьявол говорит, «Ну ты же не чувствуешь Его присутствия», скажите ему, «Эй, для меня не имеет значения, что я чувствую, и для Бога не имеет значения, что я чувствую, а имеет значение кровь Христа. Я в Божьем присутствии. Завеса разорвана. Ничто не отделяет меня от Бога». Аллилуйя. И Иисус разорвал завесу и сказал, «Идите сюда! Идите сюда! Идите домой к Отцу!» И я хочу, чтобы вы знали, как только вы окажетесь в Его присутствии, Он начнет разбираться со всеми вашими погремушками. Достаточно прийти в Его присутствие, и вас там ждут ответы, там ждет освобождение, там ждет устройство, там нет осуждения и чувства вины. В Его присутствии не устоит никакая депрессия, никакая болезнь, никакая вина. В Его присутствии приходит свобода. Пойдемте со мной в дом Отца моего. Простите меня, что я так кричу, но я просто не могу спокойно думать о том, что у меня есть доступ к Нему. Кто-то скажет, «Этого нет в Библии». А вот и есть. Вы просто не читаете послания к евреям. Евреям 10 глава. А что там? А там у меня особое приглашение на встречу к Богу. Не к президенту. У меня есть все официальные основания, чтобы явиться пред лицо Бога. Для того, чтобы явиться на прием к президенту, надо выполнить все необходимые формальности. Но у меня есть все необходимые основания, чтобы явиться в присутствии самого Бога. Это кровь. Кровь Христа. Евреям 10. Я вовсе не собирался сегодня так громко орать. Извините меня. Я честно пытаюсь сдерживаться. Пытаюсь говорить спокойно. Но как только речь заходит о крови, когда я думаю, что было бы со мной, и о том, что Он для меня сделал, когда я думаю о том, что Он пролил свою кровь, потому что Он смотрел на много поколений вперед и знал, что нам с вами понадобится доступ, я постараюсь успокоиться и говорить нормально. Я правда постараюсь. Но я сегодня что-то знаю, во что-то верю и применяю это в своей жизни. И ожидаю чуда. И это четвертое, что нужно делать. Я ожидаю чуда. Я ожидаю, что получу все, что могу иметь благодаря этой крови. Когда я призываю кровь, я ожидаю результата. Когда я призываю кровь Христа на своих детей, они должны изменяться. Когда я призываю кровь Христа на своих прихожан, они должны изменяться. Когда я призываю кровь Христа на свои денежные дела, они должны изменяться. Я не собираюсь тревожиться и не спать ночами. Я буду призывать эту кровь и опираться на эту кровь и приходить в его присутствие посредством этой крови. Извините, что кричу! Завеса разорвана! Завеса разорвана! Завеса разорвана! Завеса разорвана! Слава Богу! Спасибо, Господь! Я могу приходить в Твое присутствие. Мне не надо петь для этого 100 псалмов. Я могу просто прийти в Твое присутствие. И когда оказываешься в Его присутствии, так и хочется петь. Я могу помочь. В послании Евреям 10.19 говорится, «Итак, братья, имея дерзновение, или поскольку мы имеем полную свободу и уверенность, поскольку мы имеем полную свободу и уверенность, вот что означает дерзновение, полная свобода. Но что толку иметь полную свободу, если у вас нет уверенности, что вы имеете полную свободу? Что толку иметь доступ, если нет уверенности, что у вас есть доступ? Никакого толку. Вы никогда им не воспользуетесь, потому что у вас нет уверенности. Если вы начнете смотреть на свою жизнь и говорить, «Господи, я не достоин прийти в Твоё присутствие». Никогда не говорите так, потому что кровь Христа сделала вас достойными. Я достоин войти, потому что у меня есть Его кровь. И у меня есть уверенность. Дорогие мои, это ключ. Вы можете знать факты о крови Христа без уверенности в них, но без уверенности вам не будет от них никакой пользы. Вам нужно жить с уверенностью, что вы знаете, что вы знаете, что у вас есть кровь Христа. И вам нужно укреплять эту уверенность. Аллилуйя. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа, вы входите туда посредством крови Христа, путём новым и живым, который Он вновь открыл нам, осветил и открыл для нас через разделительную завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением, очистив сердца от порочной совести, и, омыв тело водою чистою, будем держаться исповедание упования неуклонно, ибо верен обещавший. Скажите, «Я имею доступ в Божье присутствие посредством крови Агнца». Аминь. Если завтра утром вы проснётесь и будете чувствовать себя нехорошо, идите туда. Идите туда. Я вам гарантирую, что когда вы выйдете оттуда, вы будете чувствовать себя по-другому. Как бы вы ни были разбиты или потеряны, идите туда. В Его присутствии полнота радости. Четвёртая причина, по которой кровь Христа так драгоценна. Потому что кровь Христа — это чудесно. Всё, о чём мы говорим сегодня, чудесно. Потому что она приносит мир. Похоже, сегодня нам нужен мир. Она даёт мир. Согласитесь, мир в наше время — дефицитный товар. По всему миру идёт движение под лозунгом «Мы за мир». Разговоры — «Мы за мир». Но послушайте, кровь Христа, одна только кровь Христа, даёт мир. Для меня это большое благословение. Откройте послание к Колоссянам, первую главу. Одна только кровь Иисуса даёт мир. Настоящий мир. Мир может быть у нас только через кровь Христа. Если вы пытаетесь обрести мир и думаете, а настоящий ли он? Ваш мир? Истинный ли он? Я говорю не о мире, который сейчас есть, а через пять минут его нет. Я говорю о спокойствии посреди смятения. Я говорю о таком мире, который бывает, когда всё рушится, но ничто не в состоянии вывести вас из равновесия. Потому что вы доверяете тому, кто гораздо больше происходящего вокруг. Вы открыли Колоссянам 1? Прочитайте 20 стих. Хором готовы? Читаем. Какой кровью? Что сделав? Умиротворив как? Кровью креста его. Итак, пролив свою кровь на Голговском кресте, согласно этому стиху, Иисус сделал мир доступным. Послушайте внимательно. Он сделал мир доступным для тех, кто доверяет Ему. Вот условие. Мир дан на кресте. Иисус сделал его доступным для тех, кто верует в Него. «Ну, брат Крефла, что-то мне не верится». Вот в том-то и дело. Потому что это для тех, кто верует в Него. Для тех, кто полагается на Него. Для тех, кто доверяется Ему. Для тех, кто Ему предан до такой степени, что не колеблется, не шатается туда-сюда. Кто стоит как гора. Такие люди верят Ему в любом случае. Верят Ему независимо от того, нравится это кому-то или нет. Верят Ему независимо от того, сильны ли они или нет. Верят Ему, независимо от того, хорошо им или плохо. Они полагаются на Него. Не на правительство. Не на социальные гарантии. На Него. И Он говорит, «Верующим в Меня, если вы верите Мне, не надо трястись и беспокоиться. Верующим в Меня, Я даю мир». Я уверен, что вы устали доверять чему-то еще. Я надеюсь, вы достаточно уже набрались жизненного опыта, когда вы пытались довериться, и ваше доверие оказывалось обмануто. Но есть Тот, Кто никогда не подведет. И это наш Бог всемогущий. Бог больше не будет просто вашим источником. Он станет вашим единственным источником. Вы должны стоять, как гора. Я не поколеблюсь. Пусть все вокруг меняется. Это не изменит меня. Я буду верить Господу. Мне все равно, что происходит. Я буду верить Господу. И тем, кто верит Богу, пролитая за них кровь Его дает мир. Все мы переживали удары, разочарования. Может быть, из-за детей, из-за какой-то обиды и боли, из-за кого-то, из-за родственников, или даже из-за мужа или жены. И все равно я сегодня говорю вам, надейтесь на Господа. Иногда кажется, что это звучит слишком просто. Что значит «доверяй Богу»? Не убегай от Него. Оставайся с Ним. Будь с Ним, полагайся на Него. Не позволяй себе поколебаться из-за того, что видишь. Кажется, что ничего не происходит. Не верь этому. Бог благословит уповающих на Него. Я говорю, Бог благословит уповающих на Него. Пусть кажется, что ничего не меняется. Не обращайте на это внимания. Что-то происходит. Поймите, изменения должны произойти глубоко, в корне, и только потом вы увидите плоды. Может быть, Бог начнет работать с глубокими корнями в сердцах тех, за кого вы стоите в вере. Доверяйте Господу. Доверяйте Ему в том, что касается денег, работы. Доверяйте. И заметьте, если люди доверяют Богу, все хорошо. Может быть, вам придется немножко пройти через огонь, но вы через него пройдете. Не обязательно там застревать. Я прошу вас, ученые, углубленные христиане, оставьте на минуточку свои изыскания в древнегреческом, в древнееврейском, и сделайте одну простую вещь. Доверьтесь Ему. Доверьтесь Ему. Вы взвешиваете другие варианты. У христианина есть только один путь. Вы знаете, но... Ни один человек не может по-настоящему обрести ни мира, ни чистой совести без крови Христа. Никто не способен примириться с Богом без крови Христа. Но когда к крови Христа подходят искренне, она правда дает мир. Он князь мира. И когда Иисус был готов покинуть эту землю, Он сказал что-то ученикам. Это в 14 главе Евангелия от Иоанна. Откройте ее. Я скажу вам, для меня это жизненно. Иногда я готовлюсь проповедовать где-нибудь, и вдруг что-то случается, и мои мысли... Атаки идут со всех сторон. И столько всего наваливается. И единственная возможность дальше делать свое дело, мне надо призвать кровь Христа. Мне звонят и говорят, случилось то-то и то-то, а я далеко, за океаном. И я могу обрести мир только так, проговорив, что я взываю к крови Христа. Я взываю к крови Христа, и я уверен, что бы ни случилось, я победил кровью Агнца. И приходит Божий мир, и я способен делать то, что должен. Может быть, кто-то не совсем понимает, о чем я говорю, но с годами мир становится очень ценным достоянием в жизни. Смотрите, что он говорит в 27 стихе, в главе 14 Евангелия от Иоанна. Иоанна 14, 27. Прочитаем это вслух. Вот что Иисус сказал своим ученикам, покидая эту землю. Готовы? Читаем. «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Вы видите, что он говорит? Прочитаю из расширенного перевода. «Мир оставляю вам». Мой собственный мир. Я даю и завещаю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам». Не давайте своему сердцу. Это значит, вы не разрешаете своему сердцу смущаться и устрашаться. Да, страхи приходят, но вы не давайте им страшить вас. Пусть лучше страх вас сам боится. Если есть повод для страха, это не означает, что надо бояться. Повод для смущения не значит, что надо смущаться. Не давайте своему сердцу смущаться или устрашаться. Перестаньте волноваться и беспокоиться. Скажи соседу, «Перестаньте». Вы сами перестаньте. Это значит, у вас есть власть. Никто вас не вынуждает волноваться и беспокоиться. Перестаньте позволять себе волноваться и беспокоиться. И что еще? Не разрешайте себе бояться, опасаться, робить и раздражаться. Вот что делает дьявол. Он пытается навязать все это вам. И когда в вашу дверь стучатся страхи и тревоги, вы должны сказать, «Я вас не впущу. Я не стану волноваться. Я не стану беспокоиться. Мне не нравится то, что происходит, но я не позволю этому смущать меня. Я не буду тревожиться, бояться или опасаться. Я плотно поужинаю и лягу спать. Я буду, как Иисус, в лодке во время бури». Он пошел на корму, положил там подушечку и лег поспать. Потому что перед этим Он сказал, «Мы переправимся на ту сторону». Ученики беспокоились и тревожились. Они испугались, потому что не верили. Но я верю. Я верю Богу. Я знаю, что мир сходит с ума. Люди сходят с ума. Мы едим непонятно что. Цены растут как бешеные. Доллар падает. Сплошное сумасшествие. Кому доверять? Кому доверять в этом мире? Одни говорят одно, другие другое. Республиканцы – одно, демократы – другое. Хотите знать, кому доверять? Я знаю. Я-то знаю, кому доверять. Не говорите мне, кому доверять. Я сам знаю. Я верю Господу Богу Всемогущему. Я верю крови Христа. Я верю в это всей своей жизнью. Я знаю, кому можно верить. Вам нужно просто принять решение. Я не буду дергаться. Не буду волноваться из-за тебя. Тебе уже было сказано один раз. Расти. Я буду за тебя молиться. Я уже призвал кровь Христа. И если теперь тебе что-то мешает грешить, так это потому, что ты наталкиваешься, но уже провозглашенную кровь Христа. Ты что-то пытаешься делать, а нет, не выходит, как раньше. Ты пьешь, а тебе не пьется. Хочешь напиться до чертиков, а видишь ангелов и Святое Писание. Затянулся и видишь Библию. Еще затянулся, видишь ангела. Еще раз сигаретку, и Дух Святой с тобой разговаривает. Идешь в бар, чтобы выпить, и начинаешь говорить на языках. Я буду просто призывать кровь. Я не стану из-за тебя волноваться, переживать, терять сон. Я люблю тебя, но ничего не могу поделать. Ты растешь. Ты растешь. Я разговариваю с теми, кто ходит в церковь. Пастор, вы знаете, у нас с женой проблема, я не знаю, как мне быть, скажите, что нам делать. Хорошо, вы напишите список того, что вам нужно делать, чтобы удовлетворить ее потребности, а она пусть напишет, что ей нужно делать, и договоритесь, что вы будете это делать. Да, но... А теперь убирайся из моего кабинета. Какое дано! Ты ждешь трехчасовую консультацию. Ты получил ответ. Я только что сказал. И я не собираюсь не спать из-за твоих проблем. Я сказал, что тебе делать. А ты ищешь пути, чтобы тебе, любимому, было хорошо. Но чтобы твой брак выжил, тебе надо умереть для себя. А теперь иди отсюда. Не собираюсь попусту тратить время и гладить тебя по плечику, потому что тебе надо поговорить с кем-то из плоти и крови. С Иисусом тебе надо поговорить. Но вы же пастор, это же ваша работа. Какая моя работа? Чтобы ты меня использовал? Нет. Он не сказал молиться Крефлу, он сказал молиться Отцу. Со многими христианами что-то не так. Они не хотят вести себя с другими так, как говорит им Бог. Они хотят ходить на консультации к пастору. А вы не помолитесь за мой дом с возложением рук? Нет. Я потерял много прихожан, потому что говорю прямо. Нет. Это твой дом. Мне не надо знакомиться с бесами, которые у вас там живут. На моем доме кровь Христа. Вам надо пойти и призвать кровь Христа на свой дом, как я призвал на мой. Я не собираюсь идти и призывать что-то на ваш дом, потому что я там не живу. Пастор, возложите руки на мою машину. Нет. Я не буду возлагать руки на вашу машину. Я не вожу вашу машину. На моей машине кровь Христа. Идите и призовите кровь на свою машину. А я поехал. Думаете, я один так себя веду? К Иисусу пришли и говорят, такой-то умер. А Он говорит, идемте. Нам надо творить дела Божьи. А как же Он? А пусть мертвы сами хоронят своих мертвецов. Иногда я думаю, что мне лучше бросить ходить в церковь и заняться фермерством. Мне надо, чтобы меня кто-то похлопал по плечу, поговорил со мной. Зачем? Вы поговорите, а потом все равно пойдете и будете делать то, что хотите. Посмотрите, какое бесценное наследие мы имеем в крови Христа. Совершенный мир, который ничто не может поколебать. Мир, который нельзя поколебать. Мир, который нельзя поколебать. Я на прошлой неделе давал интервью журналу, и у меня был такой мир. Какие бы вопросы ни задавали, это меня не трогало. Мне все равно, что они будут спрашивать. Кровь Христа на мне. Спрашивайте у меня, что хотите. И я сидел нога на ногу. Давайте. Почему? Потому что я знаю, что есть мир, который нельзя поколебать. Аллилуйя. Евангелие от Матфея. Матфея 11, 28. Ключ — это мера веры, которую вы готовы проявить. уровень доверия, который вы готовы проявить. Готовы ли вы со всей уверенностью положиться на то, что совершила кровь Христова? Готовы ли вы стать твердыми в своей преданности Его крови, тому, что она означает? Давайте вместе прочтем этот стих. Он говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И я... Что? Любые труды, споры, проблемы перестают тяготить, когда вы приносите свои бремена к Иисусу Христу. И когда вы по вере омываетесь кровью Его. И это хранит вас в совершенном мире. Исайя 26, 3. Твердого духом ты хранишь в совершенном... В чем? В мире. Ибо на тебя что? Уповает Он. Это и есть ключ. Я раньше думал, что ключ в том, чтобы сосредоточиться на Нем разумом. Нет, ключ... Я должен уповать на Него. Я должен доверять Ему. Это звучит так просто, и все же я вижу, что это главный ключ. Христиане перестали уповать на Бога из-за страха, который теперь называется инстинктом самосохранения. Я не верю, что Бог позаботится обо мне, потому что сразу же начинаю делать то, что считаю нужным для себя. Есть даже такая мирская безбожная поговорка. Бог помогает тому, кто помогает сам себе. На Бога надейся, а сам не плашай. Но Бог поможет вам. Некоторые глупцы думают, что помогают себе сами. Бог помогает. Библия говорит, Он скорый помощник в бедах. Но нужно быть очень осторожным, чтобы не начать полагаться на себя больше, чем на Бога. Это инстинкт самосохранения. Это нервы, это страх. Я боюсь, Бог не сможет сделать это для меня, поэтому возьму и сделаю сам. Я не говорю, что надо сесть и ничего не делать. «Давай, мол, Иисус, сделай все за меня». И есть и ваша часть. То, что, естественно, мы делаем сами. Но я говорю о страхе, что Бог может подвести. Когда мы делаем то, что делаем, потому что боимся, что Бог не сделает того, что Он сказал. Вот что я имею в виду. Нельзя бояться. Когда я делаю то, что делаю, я верю, что Бог стопроцентно выполнит все, что обещал сделать в моей жизни. Аминь. Да, что-то мне кажется, что все это не очень впечатляет. Наверное, среди вас есть духовные гиганты. Что я могу вам сказать? Я все равно попытаюсь. Потому что вы, может быть, все знаете и понимаете, но у вас такого еще не было. Хотя скоро будет. И когда вам покажется, что все против вас, просто вспомните эти слова. «Я уповаю на тебя, Господь». Пусть из моих глаз текут слезы, но я все равно доверяю тебе. Мне больно, но я все равно доверяю тебе. Я в одиночестве. Мне не на кого опереться, но я доверяю тебе. Пятая причина, по которой кровь Христа так драгоценна. Пять. Кто-то сказал мне, когда же мы углубимся в слово? Нельзя углубиться, пока не расчистишь завалы невежества, которые лежат на поверхности. В вашей голове много неправильных представлений. А чтобы углубляться, если вы не тому научены, то точно углубитесь куда-нибудь не туда. Пятое. Кровь Христа драгоценна, потому что она делает нас праведными. Поговорим об этом и на сегодня закончим. Именно кровь Иисуса наше оправдание. Всякий, кто рожден свыше, должен знать, что он оправдан. Вы должны знать, что никто не может обвинить вас перед Богом, даже дьявол. На вас нет больше осуждения. Вы перешли от смерти в жизнь, и вы оправданы. А когда говорят, что человек оправдан, говоря современным, юридическим языком, это означает, что с него сняты обвинения, и он отпущен на свободу. Его дело закрыто, но в него ничего нет. На нем нет судимости. Скажите, я оправдан. Еще раз, я оправдан. Вот что делает для нас кровь Христа. Она смывает все наше непотребное прошлое, и он ставит нас в новое положение перед Богом. Послушайте, я так рад, что Бог больше не имеет ничего против меня. Столько христиан думает, Бог имеет что-то против меня, поэтому не отвечает на мои молитвы. Бог имеет что-то против меня, поэтому я не исцеляюсь. Нет, вы оправданы. Римлянам, 5 глава. Я оправдан. Аллилуйя. Я оправдан. Каким бы ни было обвинение, оно снято. Я свободен. Дело закрыто. Римлянам, 5, стихи 8-9. Давайте прочтем вместе 8 и 9 стихи. Готовы? «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». И теперь, когда вы оправданы, как говорится в послании к Римлянам, 8-1, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Вам не надо жить под грузом осуждения. Дьяволу только это и нужно. Но вам не нужно. Нет больше осуждения. Скажите, «Я оправдан кровью Агнца». Теперь шестое. Вы знаете, кровь очищает. Она драгоценна, потому что очищает. Приготовьтесь говорить мне о тех грехах, которые вы творили до покаяния. После покаяния у вас тоже было предостаточно грехов. Я хочу, чтобы вы это услышали, ведь есть много христиан, которых мы теряем, потому что они не знают, что делать после покаяния. Они приходят к пастору и говорят, «Пастор, я знаю, что Бог простил все мои грехи, совершенные до покаяния, но я много нагрешил после покаяния. Иисус мой Господь, но я не знаю, что мне с этим делать». Послушайте, кровь Христа обладает силой очистить вас. Давид согрешил против Господа, и сердце его было разбито. Позвольте привести ссылку. 50-й Псалом, 4-й стих. Когда Давид каялся и молился перед Господом, он говорил, «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Нельзя относиться к этому легко. Грех, как чума, и от него нужно тщательно отмываться и полностью очищаться, иначе он подточит и поглотит вас. Давайте возблагодарим Господа за кровь Христа, который очищает нас от наших грехов. Откроем первую главу первого послания Иоанна. Я буду отдельно проповедовать о грехах, которые совершают христиане. Но я чувствую, что Дух Святой побуждает меня и сегодня говорить об этом. 1 Иоанна 1, 7. Если вы еще с нами, скажите «Аминь». Давайте хором прочтем седьмой стих. Готовы? Читаем. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом и кровь Иисуса Христа». Внимание, вопрос. Ищите ответ в тексте стиха. Когда кровь может очистить нас от греха? Когда мы ходим во свете. Это что, включить лампочку или ходить с фонарем? Нет. Он говорит о том, чтобы мы ходили, просвещенные Божьим Словом. Ходили в свете Божьего Слова. Ходили в свете Божьего Слова. Общались друг с другом. И тогда кровь Иисуса Христа очистит вас от всякого греха. Хорошо знать, что не в природе истинного верующего, рожденного свыше, привычка грешить. Мы это знаем. Если у вас был постоянный грех, привычка грешить, вы понимаете, о чем я. Это не ваша природа. Слушайте внимательно. Отцу вообще не угодно, чтобы христиане грешили. Вообще никак. Знаете, сегодня есть церкви, которые говорят, «Мы чистые, мы праведные». Но помните, кровь Христа нужна не для того, чтобы мы безнаказанно грешили дальше. Это решение проблемы греха. Итак, отцу не угодно, чтобы христиане грешили. Поэтому он дал нам свое Слово. Размышляя над Словом и сохраняя его в сердце, мы можем освящаться и берем. Спасибо.